МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфир программа новин региона, у студии Алена Милюшанкова. Витаю вас с сегодня у выпуска. Заробок и термин его выдачи у центра УВА. Моніторинг проводит Федерация профсоюзов. Монтаж сучасных обсталеваний у операционных покоях и де у Могилевским областным онкологичным диспансеры. Колькость выпадков шаленства у Могилевской области знижается. Про это не только у нашем выпуске. Федерация профсоюзов протягивает мониторинг. На этот раз увага специалистов приковано до заробки и терминов его выдачи. Утемлику на предприемство, яке трапили под финансовое оздоровление. Держава и президент специальными указами пайшли на меры по знижению их податкового тяжару и долгов. Каб іншими словами дать глыток свежего поветра, не думать хоть некий час про финансовые проблемы, отримать доход и пустить ягу в справу. И вядома не забываться об працонных. Для фермы Кадзина, где идти уборка томатов, новый сезон принесет без малого 1300 тонн свежегороднины. Краху ранее больше за 2000 тонн огурков. А если цебуль – бульбу моркву для стабфонда. Вот только заработать на таким ураджай и в этот раз не отримается. Цены не покрывают выдатки на заховывание, а это без малого 450 тысяч рублей в трату что год. Калибни свой молочно-товарный комплекс, який увели устрой летость и добрый валзбожа, пришлось обтяжко подтримал 253 указ президента. Провели рештруктуризацию банковских кредитов, снижение всех процентных ставок до минимального 3-процентного уровня. Средства мы можем направить на рост объема производства. Ну и, естественно, часть денег идет на увеличение заработной платы. Капсами працовники отчули на собе выникит такого оздоровления сочет профсоюзы. Заработная плата стала выплачиваться регулярно, в сроки. Надо отметить, что коллективный договор данной организации достаточно существенные льготы предоставляет работникам. Эти льготы не выхолачиваются, не приостанавливаются, а осуществляются в полном объеме. Могилевскому предприемству «Вяснянка» новые правила гульнил. В процессе оздоровления принесли льготы по выплате долгов и одновление платежа с дольности предприемства. А еще и текавость сбоку заказчиков. У новой стратегии развития предприемства заявилась больше уластная продукция. В этом году уже 15% в агульном объеме. Достигнута положительная динамика по всем финансовым показателям. Мы имеем полноценную 100% загрузку, положительную рентабельную работу. По итогу 9 месяцев предприятие вышло на чистую прибыль порядка 130 тысяч рублей впервые за 5 лет. А еще стали выплачивать зарплату без познений и повеличили ее. На думку Федерации профсоюзов, это головный выник оздоровления предприемства. Ситуация стала изменяться и в самых, сдавалось бы, проблемных сферах АПК и будущих линиях. Андрей Шуляк, Андрей Ястрабов, Василь Фаталиев, Новинрегиона. Выконание законодавства об компенсации шкоды от злочинства и правопорушения у державе юридичным особам повинно быть больше эффективным. Як это заработать, обмерковали на координации на радиопрокуратуре в области. Все лета шкода от злочинства в области перевысила 5 миллионов рублей. А компенсована она только на полову. Померкование прокурора, окроме этого, дозначные шкоды приводят безгосподарчивость, нерациональное выкоростание палеоноэнергетичных ресурсов, порушение природы ахоунного и земельного законодавства. Прокурорские проверки показали, что такие факты есть. Как отзначили на на радио, это обумолено недостатковой работой контролюющих органов, керывников субъекта господарения посадовых особ, мясцовых органов Улады. Серьезная проблема – вертание предприемством грошей за поставленную продукцию. Сюль эта изнешне протерминованная дебиторская запозыка склала 75,5 миллионов рублей. И упороунание с початком года повеличилось на 11,5%. В интересах предприятий заявляем много исков экономической суды, которые удовлетворяются. Я хочу сказать, что в текущем году только благодаря действиям органов прокуратуры в бюджет уже поступило порядка 17 миллионов рублей. По выниках на радио, удельники распрацевали шерых мероприемств, которые накированы на повышение эффективности, компенсации шкоды от злочинствов и правопорушений. Алена Соловьева, Сергей Карпяков, Новины региона. У Могилевским областным онкологичным диспансеры в новом корпусе демонтаж сучасных обсталеваний в операционных покоях. Это будут самые передовые операционные в регионе, которые позволят повеличить количество лапароскопических операций для онкологичных ворых. У Могилевской области что год около 10 тысяч пациентов проходят стационарное лечение у онкодиспансеры. Им робят около 5 тысяч операций. Про новые макшимости могилевских онкологов у нашем репортаже. На суперкуявлению, что у операционных повинно быть все белым и у керамичной плитцы, сучасные операционные покои мают інши интерьеры. У передовых операционных стены сине-фиолетового колеру. Але самое важное, что тут адмысловая система кондиционирования и очистки поветра, бо часом операции могут дожиться шмат годин. Во-первых, это на порядок более высокое медицинское обслуживание. Дело в том, что сами по себе эндоскопические операции, это как бы раньше это был космос, только некоторые больницы, сейчас это вплоть до районных клиник есть. А вот это, непосредственно вот эта система позволяет повысить уровень этих эндоскопических операций на порядок и делать их быстрее, качественнее и более совершенно. Над монтажом личбовой медицинской системы працуют инженеры из Минска, Москвы и навыц Финляндии, техника финской немецкой вытворчасти. В окол экраны для хирурга, ягу асистентов и для информации про пациента. Можно отрымаць з экрана консультацию онлайн, и можно, каб за операцией назирали студенты у любой краяне свету. Консоли, на яких будзе обсталяванне, рухаются легким натиском кнопок, а гэта сбирают новые операцийные столы, які робить уражение роботу. Новые операцийные покои створены для потребов сучасной онкологии, и пациенты, и докторы мкнутся скоротить период помеж выявлением пухлины и операцией ПАЕ в долине. Тем более, что теперь операцийное умешальненство может быть лапароскопичным. На сегодняшний день наши возможности были ограничены где-то в районе 15-20% от всего количества операций. Во всем мире тенденция к росту количества таких операций. В некоторых лидирующих клиниках она доходит до 90-95%. Наши возможности, думаю, в ближайшие годы на 50% выйти. Это как минимум, но и развиваться в этом направлении, безусловно, мы будем дальше. Что год у Махилевской области выявляется каля 5 тысяч новых выпадков онкологии. За 10 селетних месяцев уже 4 с половой тысячи. Захворуемость на рак, на жаль, повеличивается. И хирургичный метод застояется основным убрать без им. Получение данного оборудования, данного корпуса позволит именно развивать данное направление хирургии и обеспечить жителей нашего города, нашей области самым современным лечением. Но лучше не болеть. Лучше не болеть, конечно. А для этого, конечно, это профилактика онкологической заболевания, здоровый образ жизни. Я призываю вас задуматься об этом еще раз. И жить это здорово прежде всего. И жить здоровым это здорово вдвойне. Новый операционный блок, 4 поверхи, 8 операционных покоев. Реанимация побудовали за полтора года. После монтажа начинка у Снежной чекается его официйное открытие. Илона Иванова, Виталий Алексеенко, Новины региона. Чехоночный мост на участку Могилева-Осиповича рамонтуется. В связи с этим изменен час пробыття поезда номер 650 Брест-Минск-Могилев. Теперь замес 23,7 хвилин он пробывает у 0,1,41 хвилину. Как поведомляют в Управлении идеологичной работы культуры и по справах молодых арвы Канкама, в связи с 15, 16, 17, 29 и 30 листопада и 1 снежня будет организованный додатковый рейс. Так от Чехоночного вокзала будут рухаться у отповедный час троллейбусы 4К, 5К, 2К. У направлений на Любуш, Аблгаз и Могилев Трансмаш. И автобусы 1К, 4К, 8К ответно поедут от Чехоночного вокзала на Фатина, Казимировку и среднюю школу номер 13. Колькость выпадков шаленства снижается у Могилевской области. Селета у Могилеви их было зафиксовано только два. В город заходили хворые лисица и лось. Как поведомили специалисты Могилевского газонального центра гигиены и эпидемиологии, в сравнении с летней ситуацией, выпадков шаленства стало меньше в два с половой разы. В 2016 году их было пять. Самым небеспечным в этом плане был 2015 год – 25 выпадков. Тогда регистровались хворые на шаленство лисицы, яноты и хатные коты. Дякуючу профилактице, якая проводится у в области, выпадки захворвания шаленством сярод людей не регистровались с 2011 года. Тут спеваешь шагол, птушка года. Худка такие таблички з'явятся у Могилевским засаде в учебной лаборатории Агролесотехничного колледжа имя Орловского. Почас практичных занятков наученцы спробуются очекать махчимое место гнездования черноголового шагла. Листоты на древах нема. Это да поможет разглядеть гнездо шагла. Спадяются выкладчики на выченцы Могилевского агролесотехничного колледжа, по словах биологов. И оно литерально изливается с колером древа, а сам шагол таки ж маленький, як синица циварабей. Мы здесь видели щагла. Самец очень броский такой по окраске, поэтому далеко заметен, хорошо виден. Но, к сожалению, гнездование, мест гнездования мы пока не обнаружили. Хотя сама территория, сам ландшафт очень подходит для гнездования этой птицы. Он предпочитает именно жить в таких местах, где есть растительность, лиственные породы и недалеко располагаются населенные пункты, а также лесные массивы. У Беларуси запланованы выпуск монет и паштовых марок с выявой птушки хода. А на вышенце колледжа, будучи биологи, работники лесной господарки, рыхтуют викторыны, конкурсы и не только. В конце января мы проводим информационные часы, посвященные году птицы. В 2018 году будет год щагла. В этом году мы проведили год жаворонка. Ходили по более младшим группам, рассказывали им про этих птиц и также будем рассказывать про щагла. Специалисты свержают, что щагол вельми прыгожа спевая. У засады утримливают только декоративных хатних птушек. Але в наступном году плануют поселить у вольеры из щагла. В нашем засаде содержится большое количество птиц, индюки, утки, цесарки, различные виды кур, различные виды фазанов, также страуса. Но как этот год объявляется годом черноголового щагла, мы планируем приобрести эту птицу, так как она очень характерна красивым перенеем и пивчим голосом. С надыходом морозов на территории в учебной лаборатории за осад з'явятся кормушки, пакулих не развешивают, кажут, как не притягнуть великих птушек, ворон, галок. Татьяна Сергеевича, Денис Бутылин, Новины регионы. Социальная изоляция – головная проблема людей, которые тратили зрок. Что делать, чтобы этого не допустить? В области проводятся шмат традиционных акций и святов. Одно из их интеллектуально-спортивное споборность – ровный поединок. Как поединок был с оправдой ровным, команды зарабили смешанными. У каждой инвалиды по зроку стали люди и студенты. А по-моему, будучи логопеды и социальные работники. Те, чая профессия – допомогать людям с особливостями. Мы с закрытыми глазами должны были сложить пирамидку. Это было очень сложно. И с завязанными глазами чувствуем себя незащищенно, неуверенно. То есть мы не знали, куда идти, как что делать. Хорошо, что сделали команды смешанные. Мы можем взаимодействовать и с людьми незрячими, и с пожилыми, и со студентами. И вместе у нас получится такой хороший, можно сказать, симбиоз. И коли для студентов – это практичный опыт для людей с обмежеванными макчимостями. Это нагода с устрыцей с сябрами, познайомиться с новыми людьми. Слабовидящие люди, они живут, они существуют среди нас. И этим людям не просто нужно на них посмотреть, им нужно оказать помощь. И помощь, квалифицированную помощь. Ровный поединок, только одно со шматликих мероприемств у месячника – «Человек с белым кием», який проводится каждый год на передни Международного дня слепых. Головная его идея – звернуть увагу на проблему людей с обмежеванными макчимостями. А их у Могилевской области коля двух с половой тысяч. Работа идет, улучшаются качества дорог, озвучиваются светофоры. Культура общества в отношении инвалидов повышается. Люди очень доброжелательно и очень позитивно относятся к инвалидам. Мы просто повинны память, что побудь живут те, кто не бачит новокольный свет. И у наших силах да помахчи им жить полновартосным життем. Дарья Семянько, Виталь Алексеенко, Новины региона. Да, плюс шастих градусов чекается на Могилевшине в ближайшие дни. Синоптыки кажут, на дворе будет вызначаться у основным в областью повышенного атмосферного тиску, який у день почне расти. Так, 16-го листопада чекается в область на с прояснениями. У ранницы короткочасовые опадки, у основным дождь. Местами туман, ветер 5-10 метров за секунду. Температура по ветру в ночи минус 1, плюс 3 градусы. У день плюс 2, плюс 6. У пятницу переважно без опадков, а в субботу знову короткочасовые дожджи и мокрый снег. Але температурный фон и далей захавается у межах плюс 1, плюс 6 градусов. Актуальні новини при житті в області заусюди на нашем сайті tvrmogilio.by А я на гетим з вами раз вітуюся. Доброго вам дня! До зустрічі! Субтитрувальниця Оля Шор